Привет всем дорогие друзья, Джессардятнас 89, рейтинговый бой, вы на канале Глафи, инстаграм, телеграм в описании, вы можете поставить лайк, записать комментарий. Ну, в общем, все, что в ваших силах. Танк Жнец, как вы вообще относитесь к таким танкам? Вот почему нельзя сделать, чтобы это не превращало рандом в цирк? Чтобы этот танк выглядел вот так, в каких-то режимах, ивентах, на Хэллоуин там, только. А так, в основном, у него был другой камуфляж. Почему нельзя с него это снять и сделать какое-то подобие, например, ПТ, но с башней вида, там, как башня у концепта Торнвана, вот этого ЛКПЗ-70, который сейчас там... Ну, почему нельзя? Ну, это же страшно, на самом деле. Ну, как страшно в плохом плане, когда страшно хорошо бывает, это страшно плохо. Лично мое мнение, что страшно плохо. Барабан. Супер барабан у танка. С 13-ти секундной перезарядкой и вылетом снаряда в дупле, там, как у Хелсинга. Ну, типа Хелсинг, только тоже ПТ и только восьмого уровня. Ну, пока ничего такого сверхординарно жесткого не происходит, мы видим, что у команды противника большинство абсолютное находится слева, там, 4 танка. Есть ли кто-то тут? А тут есть ИСУ-152, который уже показал свое присутствие нашему Баураскуе. Вот. Началось все не очень хорошо и, казалось бы, так же должно и продолжиться. Но пошла атака на ИСУ-152. На Т-28 Дефендере ехать не на ТТ направление, а стоять в качестве ПТ, это очень тупо. Ну, пока что из четырех снарядов залетает только один. Лучше всего данный жнец танкует именно вот орудия с высоким разовым уроном, потому что они обычно косые. Поэтому ты против них себя чувствуешь достаточно хорошо. Когда тебя начинают выцеливать орудия какой-нибудь средней точности, это все. Голда пошла от Дефендера и непонятно, как случилось это непробитие. Потому что, я так смотрю, у нашего героя, у него дополнительной брони нет на этом танке. У него есть чисто вот 1352 ХП для того, чтобы пытаться выживать. А дальше уже пошел, смотри, чувак стрелять уже без голды и что-то я смотрю особо тоже не выцеливая. Бедолага. А поехал бы с ТТ, все было бы у него чики-пуки. Голда решает вопрос, Т-28 Дефендер в ангаре. Есть Ягдпантера. Ну, Ягдпантере сложно будет против этого танка. Как честно, он против тебя смотрится довольно бронированным. Но тебя выцеливают прямо вот. Куда тебе... До свидания. Куда тебя выцеливают? Вот прямо вот в этот вот ободок. Вот сюда. Просто херачат неимоверно. Вот сюда, тоже вот где сейчас вот непробитие, постоянно пробивается. Я не понимаю, как это работает. У меня он вечно пробивается туда. Ну, я стримчик его покатал. И, в принципе, мне хватило. Да ну тебя, жнец, блин. И еще ТТ Е10 берущий базу. Большой молодец, но, в принципе, конечно, не надо дотягивать уже до 100%. Но вы сами понимаете, что до 100% никто не дотянет. Потому что у нас реплей все-таки какое-то время, но идет. Уничтожитель! Уничтожитель только что отстрелялся. И нам, для нас, это огромный плюс. Опять же, хорошо вот в данный момент его обходить с другой стороны, чтобы он сдавал назад. Чтобы у него медленнее получалось ехать. База сбрита. Уничтожитель тоже сбрили. Вот и три противника остается. А у нас фулл хп. Заметьте, никто не пробил. Они пытались, честно говоря. Но у них что-то не особо получилось. И шестой. Но с его-то КД. Честно говоря, это слабенький противник. Такой, учитывая, что есть возможность забрать его с одного, так скажем, залпа. Вот, и постоянно гусеница сбита. И противники, которые не заряжают голду, это не ваши противники. Вы сразу их узнали. И рикошет второго снаряда. Ни одного пробития. Просто не могут пробить, потому что не пытаются зарядить голду. И куда они? Ну, у ИС-6 еще и пушка кривая. Куда и что-то будешь делать? До свидания. Остался один на один с объектом 252У. Но танк более-менее фармит. И для разнообразия. Ну и сколько ты его покатаешь? Честно, ты пару дней покатаешь, он тебе надоест. Все. Но если вы, конечно, у вас есть прерогатива фармить в этой игре, где серебро сыпется все просто отовсюду. Непонятно, куда его девать и что с ним уже делать. Объект 252У. При нормальном подходе, даже с таким количеством хранения, мог бы забрать этот танк. Но если кидать с вертухи при обратной подкрутке, понятное дело, что ни хрена хорошего не получится. Плюс, опять же, нападать нужно было всем вместе. Противником. А не оставлять и со шестого. Один на один со жнецом. И при этом ехать... Ну, сбили базу с Е10. Нормально. А дальше, можно уже ехать было делать правильные вещи. И забирать более опасный танк. А не безопасный, который стоит тупо и базу целый бой берет. А что он может сделать? Он ни хера не может сделать. Шесть фрагов и 4838 урона. Честно, мне самая большая претензия вот такого типа техники, это то, что они не могут сделать два в одном. Чтобы этот танк нормально смотрелся в рандоме. И вот этот вот такой вот вид, он обретал только в режимах. И, ну, пускай там хэллоуинский рандом, как сейчас наш национальный праздник. Хэллоуин. Поэтому, поэтому вот так. Поэтому жнец, друзья. Жнец от Артика. Спасибо за просмотр. Инстаграм, телеграм в описании. Там же моя почта. На почту вы присылаете реплей с после боевой статистикой. Пишите Wargaming это или Леста. До новых встреч и всем пока-пока. Продолжение следует.